На первый взгляд, может показаться, что здание Хабецкого лицея в идеальном состоянии. Но стоит приглядеться, и ясно, что ветхость этой постройки умело скрывает косметический ремонт. Оно и понятно, ведь сдача этого здания в эксплуатацию состоялась в далёких 60-х. И хоть руководство лицея всеми силами старается придать ему презентабельный вид, здание уже признали аварийным. На сегодняшний день здание признано аварийным. И мы, как родители, очень сильно обрадовались новостью, что у нас будет уже новое здание. Классы перегружены, дети не помещаются, и мы особо нуждаемся в строительстве нового здания. О том, что лицею срочно нужно новое помещение, руководство учебного заведения донесло до главы республики Рашида Тимрезова. Глава региона ответил, что капитальному ремонту быть, причём совсем скоро, работы начнутся уже в 2023 году. Долгие годы этот вопрос у нас обсуждается на уровне не только нашего муниципалитета, но и на уровне Министерства образования и науки Карачаева-Черкесской республики, да и правительства Карачаева-Черкесской республики. Сегодня я хочу принести огромные слова благодарности главе нашей республики Рашидову Борисовичу Тимрезову, нашим землякам, которые участвовали в создании, организации этого вопроса, строительства лицея Аула Хабес на территории, вот на данной территории, где сейчас мы присутствуем, на 254 места. Этот лицей славится своими выпускниками. В этом году учебное заведение окончили 54 человека, и все они поступили в престижные вузы страны. А масштабные обновления в лицее позволят дополнительно усовершенствовать и улучшить учебный процесс, чего с нетерпением ждут и ученики, и педагоги. В 11 классе нам пообещали, что построят новый лицей обновленный. У нас здесь мало места, ждем учебная новая программа, будет все лучше. Новое здание, новые кабинеты, оснащенные современным оборудованием, новая территория, это новая спортивная площадка, зеленая зона, ну и соответствующее все, это будет соответствовать именно новым стандартам. Расскажите, пожалуйста, в какие сроки обещали обновить это все? Строительство начнется в начале 2023 года, и к концу 2024 года у нас будет новое здание, и все оборудования тоже будут соответственно именно к этому сроку. Как относятся к этому дети, как реагируют родители на эту новость? Очень положительно. Мы с большой благодарностью восприняли то, что у нас будет новое здание. Словом, капитальный ремонт учебных заведений позволяет не только улучшить условия в здании, но и подарит ребятам возможность обучаться на новом оборудовании по всем современным стандартам, что в свою очередь значительно улучшит качество образования как на селе, так и в регионе в целом. Алина Гедива, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24.